Решение следователя О том, что находится за углом, не дойдя до него Я не могу сказать, какой итог будет Я могу только заверить, что мы предпримем все меры Для того, чтобы доказать свою непричастность К предъявленному нам обвинению В том виде, в котором оно есть и сейчас Те преступления, о которых обвиняется Захарченко Никакого отношения не имеют к тому коррупционному делу О котором говорите вы И что еще вы имеете в виду, спрашиваете Не Кадров и Шакру Молодой? Нет, 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 никакого отношения Отнота банка А что вы имеете в виду? Расскажите подробности, что это за сумма огромная Которая была на квартире у якобы сестры Был ли он знаком ранее с сестрой? Хорошо, я вам попробую ответить Для того, чтобы понятно всем было С сестрой, безусловно, он знаком Нет, я имею в виду ситуации Он не лукавил, и действительно это происходило на моих глазах Мы узнали о том, что обнаружена некая большая сумма Это действительно факт, и отрицать это бессмысленно Она обнаружена в квартире у его сестры Там, по-моему, по Ломоносовскому проспекту В тот момент, когда проводились обыски по иному адресу Он не знал, он не осведомлен ни об источнике происхождения этих денег Ни о том, как они там оказались Ни о их судьбе Он действительно об этих деньгах не знал И сейчас ассоциация его с этими деньгами Она придуманная Он действительно не имеет отношения И мы, безусловно, хотели бы помочь следствию Попробовать разобраться и установить Кто же собственник этих денег Еще при каких обстоятельствах они оказались там А кто вообще его сестра? Кем она работает? Вы спросите это у сестры Скажите, пожалуйста, про Нотабанк более подробно Сестра с сестрой А вот что, какое отношение Нотабанк к этому уголовному делу имеет? Никакого Вот сегодня звучало, как бы судья рассказывает Про диск, на котором был написан Нотабанк Ну, это диск Диск, значит, с надписью, действительно Только не Нотабанк, а Банкнота Она была обнаружена в ходе обыска Это обыкновенный CD-диск В ходе обыска в его рабочем кабинете Ну, вот еще все Вот как факт Он к этому диску отношения не имеет Но потом вы поймите, да, что Руководитель его уровня А этот Я просто не был на обыске в его рабочем кабинете А появился что-то тоже Этот диск был обнаружен При входе, там, за тумбочкой Это совершенно нелогично Да, руководителя такого уровня Ронить где-то там под плинтусом Какие-то там Ну, что было на этом диске Мы не знаем, что было Не знаем, что было обнаружено, да Потом кто-то что-то сказал, что там какие-то щита И с 12-го года, и с 10-го года Это все версионы Имеющие отношения к Натабаркову? Ну, якобы, да Ну, мы не знаем Понимаете, это все со слов Мы не видели Ну, мы же выяснили, как должны Пока не я, да, как я себя считаю И мы должны исходить из факта А факт, что да Но был обнаружен вот дискет Ну, пока Что на этой дискете? Ну, наверное, считаю Тот тезис, то, что ваш подзащитный был знаком с Галиной Ну, вот, с финансовым директором То есть он в близких отношениях, действительно Да, что значит близкие отношения? Что вы имеете в виду? Ну, знаком, да, он знаком Да Да Предупреждал ли он там о каких-то действиях? Да нет, не предупреждал Общались они? Да, они общались Вот Ну, никакого отношения-то не имеют Вот, там, к противоправной деятельности И вот он в служебном положении Понимаете? Вот, отвечаю на ваш вопрос Кроме от Обама, да Хотя, что вы имеете в виду? С тонком С хищением Да нет Как? Ну, в какое отношение? С тонком С хищением Расследовала же это Да не он расследует Расследует не он Он руководитель агрокативного подразделения Который занимается управлением Подразделениями Который занимается выявлением И пресечением, да, преступной деятельности В том числе схем Понимаете? Более того Значит, он был заинтересован Если вы имеете в виду Это дело По делу на Табанку Расследовал А следователи Это Каймирша, сказать Или это там Наверное, без суду Да, я могу заблуждаться Это опять же не суд Он был инициатором проведения Там мероприятия Ким услышанных действий По отношению к Табанку Понимаете? Он был заинтересован Для того, чтобы Все там присутные схемы Они были скрыты Они были установлены Какой он в этом деле играл У тебя знакомый на Табанке? Я не знаю Я не имею отношения Расскажите, пожалуйста, про взятку В сумме 7 миллионов рублей И второй вопрос Откуда такая большая сумма залога? Это личные средства Именно вашего подзащитного получается? Ну, я вам не скажу Это, понимаете Значит, сумма залога Она не формируется Ни от средства моего подзащита Ни от моих личных Они, понимаете Они могут быть там Из разных источников, да Полученные Из огромного количества По 100 рублей Когда и в итоге предложено Главное, что она есть И не вы сказали, что золото Двести Ну, я сам внесу Это не значит, что это мои деньги Потому что мы совершенно разные Понимаете Потому что с точки зрения права Я должен назвать Залогодателя В данном случае это я Ну, при таких же просто родственников Не было, соответственно Вы с собой носите такие суммы большие? Закон не обязывает меня Принести в суд Такие большие суммы Закон меня обязывает В течение установленного времени Внести такую денежную сумму На депозит На судебного департамента В течение трех дней Действительно мы гарантировали Что мы такие денежные средства Могли вынести на депозит Давайте вернемся к 7 миллионам Да Как они оказались в машине Почему это Не, 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 секунду Значит, смотрите Я объясню Смотрите 7 миллионов рублей Которые являются Вернее Которые Согласно тексту постановления Прилучения В качестве обвиняемого Являются предметом взятки Это не те деньги Которые обнаружены в машине Теперь хронологично В машине Которые Значит, Захарченко Пользуется по доверенности Находят денежные средства Вот Порядка 15 миллионов рублей В машине Они изымаются Вот Правовая Природа происхождения Этих денег Это кредитные деньги Конкретного лица Собственника этого автомобиля Который он готов Представить Представить следователю Вот Это деньги не Захарченко Он никого отношения к ним не имеет Они просто обнаружили В автомобиле Которому пользуются по доверенности В тот момент Захарченко Один находился в автомобиле? Ну вообще там не находился Он находился на рабочем месте Они спустились В автомобиль Скрыли автомобиль Там нашли деньги На котором он приехал на работу? Я не готов сказать На котором он приехал Логично Ну как это? Забыть 15 миллионов в машине Да он и не знал Что там эти деньги есть Это деньги не его Понимаете? Не маленькая сумма Это не... Я не знаю Я 15 миллионов Я не знаю Какая там сумма Я просто рассказываю Что установлено Что это есть 15 миллионов Уборужены в машине Даже не знаю Где они обнаружены в багажнике они там, не знаю. Но это деньги не его. И лицо, кому принадлежат эти деньги, он готов представить оправдывающие документы. Это вот, чтобы разобраться. Это эти деньги. Дальше. Уважается некая сумма в размере 7 миллионов рублей, которая является предметом взятки. Почему 7 миллионов рублей, мы тоже не понимаем. И если вы внимательно слушали судью, а она фактически воспроизвела текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого, то из всех установленных значимых обстоятельств звучит только дата. 26-25 декабря 2015 года. 25 декабря 2015 года Захарченко получил 7 миллионов рублей. А дальше от неустановленного лица за общее покровительство. И там еще какие-то словосочетания не установлены. У нас ничего не установлено. Я допускаю, даже нет, ничего не допускаю. Это безусловно обязаны исследователи установить все обстоятельства преступления. Но все еще не установлены. Устанавливаем только даты. Почему 7 миллионов? Почему не 15? Почему не 3 миллиона? Мы не знаем. Из материалов, представленных в суд, и как мы полагаем, именно там должны содержаться достаточные доказательства, причастности, это тоже не следует. Понимаете? В материалах расшифровки телефонных переговоров. Там тоже это отсутствует. Так он, почему 7 миллионов? Я не знаю. А что за разговор делать? Пошутил вообще 7 миллионов. Нет, я бы не хотел, потому что это, я торгаюсь немножко здесь, наверное, не в своей партии. Есть разговор, значит, он должен... А ты значительно об этом сам говорит. Безусловно. Просто есть некий разговор, который записан. Кстати, это очень разных мероприятий. На этом разговоре фигурировала некая сумма. Но если мы говорим, привязываем эти 7 миллионов вот там в 7 миллионов фигурирующих в разговоре, то это просто сумма выйдет из контекста. Потому что мы сейчас смотрим до и после, там никаких, понятно, получений денежных средств не идет. Не идет. Опять же, понимаете, я исхожу из той осведомленности, которую имею. А я имею из тех материалов, которые представили, позиция своего подзащитного, ну и, пожалуй, еще других законных способов у меня получить информацию. Я анализирую только то. И раз вы присутствовали при обыске, скажите, пожалуйста, двери во все квартиры установлены? Во-первых, я присутствовал не на всех обысках. Нет. Значит, дверь была взломана только в квартире, по Ленинскому проспекту, или на Ленинске проспекту, 67-го, квартира отца. А? Квартира отца. Квартира отца, да, о чем мы говорили, мы просили, мы даже настаивали на том, что это было вечер, это было часов 8, значит, мы говорили о том, что подождите до утра, вы опечатаете ее, прийти в Папу, он был в Ростове, мы откроем квартиру, пожалуйста, посмотрите. Вот. А самое интересное, что Сахарчику мне не было вообще никогда. Никогда. Даже когда он поднялся на этаж, он даже не знал, какую квартиру показать. Действительно, ему показали, что это квартира отца. Продолжение следует...